МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 казахстанских автотрасс могут сделать платными. Таковы планы министерства до 2025 года. Насколько капиталоемкое это занятие и почему его невозможно проводить за счет госбюджета? На предстоящий референдум выделено почти 16,5 миллиардов тенге. Как потратят эти средства? Важные договоренности и перспективы на будущее. В Москве прошел саммит УДКБ с участием глав государств. Принял в нем участие и наш президент. Тут поднимались актуальные вопросы экономического и политического характера. Были достигнуты и новые соглашения, а также выработана общая схема реагирования на внешние угрозы. Нет основания для разочарования динамикой, сотрудничества и взаимодействия, сказал Тукаев на встрече с российским коллегой. Тут обсуждалась прежде всего торгово-экономическая сфера, а совместный товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Еще на разных стадиях реализация 20 крупных проектов на сумму 4 миллиарда долларов. Это положительная и большая динамика, отметили президенты. С годами наша организация утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. Созданием УДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности. Ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. А перед этим прошел юбилейный саммит УДКБ. 30 лет назад был подписан договор о коллективной безопасности. Два десятка лет, как появилась сама организация, и особое внимание, как и в предыдущие годы, уделяется вопросам противодействия международному терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков и оружия. Еще нелегальной иммиграции. Собравшиеся это Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан волнует ситуацию в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. Еще наш президент предложил подключить ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, а в итоговом заявлении подтвердили готовность наладить практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора, обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности ОДКБ, а также противодействие нацистской агрессии. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42, при поддержке телерадиокомплекса «Президента». Вопрос развития животноводства рассмотрели сегодня на заседании правительства. На его долю приходится около 42% валовой продукции сельского хозяйства. В экспорте доля животноводческой продукции составляет 4%. И, как заявил Алихан Смаилов, это важнейший элемент продовольственной безопасности. Между тем, в данной сфере, как и в любой другой, не обходится без проблем. Модернизировать систему отгонных пастбищ поручил сегодня Алихан Смаилов. Еще увеличить пассивные площади кормовых культур. И корма, кстати, производится в два раза меньше от нормы, а дефицит грозит удорожанием. Перед нами стоит важнейшая задача повысить долю отечественного производства. Данных видов продукции до 100%. Необходимо больше делать акцент на реализацию проектов по глубокой переработке сырья с учетом выхода на внешние рынки. В животноводстве существуют и другие важные вопросы. Как отметил министр сельского хозяйства, существуют проблемы с продуктивностью пастбищных угодий. Из-за интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению. К слову о пастбищах, в последнее время мы слышим немало случаев, когда, оставшись без надзора, животные попадают в самые разные происшествия. Недавно был подан иск на региональную электросетевую кампанию от крестьянского хозяйства. Из-за падежа коров в результате поражения током при обрушении одной из опор воздушных линий. А правила выпаса сельскохозяйственных животных, которые каждый регион разрабатывает самостоятельно, чётко определяют такие места. В целом, согласно закону и в соответствии с типовыми правилами, выпас сельскохозяйственных животных на землях общего пользования и зонах санитарной охраны запрещен. В том числе должна быть охранная зона в местах расположения электросетей. Для безопасности животных по 10 метров с двух сторон. Опастись они должны в сопровождении хозяина либо пастуха. Что касается прогона скота под воздушными линиями, то он должен быть также под надзором пастухов и владельцев. Разумеется, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, отметили в Министерстве сельского хозяйства. Ну а то, что ответственный за выпасы содержания скота несёт владелец – это факт и непреложное правило. Хотелось сказать, что владельцы животных, они сами должны соблюдать правила выпаса сельскохозяйственных животных. Выпасить сельскохозяйственных животных должен осуществляться строго или владелец, либо полномоченный им или пастух. То есть без этого никак. Если никакого сопровождения не было, то животное безнадзорно. И вот что ещё нужно помнить владельцам животных. Выпас животного не допускается на землях общего пользования, в полосах охмода железных и автомобильных дорог, границах, водоохранных полос и зон санитарной охраны. Это предусмотрено Кодексом об административных правонавышениях, статья 408. Для этого предусмотрен административный штраф. То есть в случае, если вина владельца животного будет доказана, то он подлежит административному штрафу. На вопрос об обрушении опоры воздушных линий в предприятии нам ответили, что капитальные ремонты и восстановление линий электропередач в планах есть. Ну а население, эксперты отрасли напоминают об деятельности во время выпаса животных и прогулок людей в местах прохождения воздушных линий электропередач. Гульнару Марова, Олег Писаренко, Мирбуладжи Гипаров, ТДК-42. Министр индустрии инфраструктурного развития Казахстана КРБ Кузкинбаев в кулуарах Кабмина высказался о планах до 2025 года сделать платными порядка 12 трасс. Кузкинбаев сообщил, что содержание дорог, строительство, реконструкция – очень капиталоемкое занятие. Его невозможно проводить в постоянном режиме за счет госбюджета. За удовольствие ездить по современным безопасным магистралям с высокой скоростью придется платить. Однако противники платных дорог говорят о том, что такие трассы не только нарушают конституционное право граждан на свободу передвижения, но и фактически заставляют платить дважды. Первый раз – транспортный налог, второй – в кассу платного участка. Ранее против запуска новых платных участков дорог выступили казахстанские дальнобойщики. Водители потребовали сначала привезти трассы в порядок, обустроить инфраструктуру, а лишь потом начинать собирать деньги за проезд. Но власти только увеличивают количество платных дорог. Чтобы эти дороги содержались в надлежащем состоянии, эти все деньги будут направлены именно на это. Но я сразу хочу сказать, не будут вводиться платности на тех дорогах, которые не соответствуют по категории качеству, которые необходимы для населения. По словам чиновников, кроме главного минуса – платности, эти дороги имеют много плюсов. Это меньшая вероятность пробок, выше разрешенная скорость движения до 140 км в час, отсутствие населенных пунктов на трассе и большая безопасность движения. И главное, власти обещают, что тариф пока меняться не будет. Водители грузового транспорта, они давно уже по этим дорогам являются платными и ездят. И вы знаете, что несколько лет назад поднимался вопрос об увеличении, однако этот вопрос в связи с тем, что действительно и качество предоставляемых дорог, и те услуги, которые предоставлялись, не соответствовали требованиям, на тот момент были сняты. Но та цена, которая была образована, она осталась и на сегодняшний день существует. И о повышении ее речи не идет. Платные дороги во всем мире составляют не более 3% от общей протяженности всех дорог. А еще в ряде стран государство после постройки дороги берет на себя плату за проезд по новым трассам в течение ряда лет, потом, окупив расходы на строительство, переводит дорогу в разряд бесплатный. Поэтому, естественно, налогоплательщики в Европе, США и Китае спокойно и без возмущения пользуются платными дорогами. У нас, по словам автолюбителей, платные трассы скорее являются средством зарабатывания денег, без учета интересов водителей. Про транспортный налог мы уже упомянули. Напомним еще и про акциз с каждого литра топлива. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Как потратить 16 миллиардов 400 миллионов тенге, выделенные на референдум? Почти 80% этой суммы потратят на оплату труда членов комиссий. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума Сабина Мустафина. Деньги на проведение референдума будут выделены из резерва правительства. В чем плюсы референдума? К ним можно отнести широкий представительный характер, непосредственность, волеизъявление народа, сравнительно быстрый и простой способ решения вопроса. Кроме того, референдум позволяет четко определить позицию граждан по тому или иному вопросу. Представляет возможность всем гражданам путем голосования высказать свое мнение по судьбоносным и иным вопросам, вынесенных на обсуждение. Дает возможность гражданам принять решение с учетом интересов общества, а не узкой группы лиц или партий. На освещение референдума обещают пригласить журналистов, но их количество ограничено. Средства массовой информации освещают ход подготовки проведения референдума. Их представителям, аккредитованных при комиссиях референдума, гарантируется доступ на все мероприятия, связанные с организацией проведения референдума. От каждого СМИ одновременно на участке в день голосования смогут присутствовать два журналиста и оператор. Что же изменится после референдума? В 42-й статье Конституции есть интересный пункт. В нем говорится, что один и тот же человек не может быть избран президентом Казахстана более двух раз подряд. Следующий президентский срок Тухаева станет последним, если он решит баллотироваться и будет избран народом. И еще раньше было так. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в госсобственности. Теперь это все принадлежит народу. Но сам референдум стоит денег и немалых. Из вот этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий референдума, территориальной комиссии референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работы центральной комиссии референдума, также информоизготовление и размещение информационных билбордов по всей стране. Главное, что будет после референдума. Именно в законодательных актах будет решаться вопрос о детализации механизмов, направленных на модернизацию политической системы страны, говорят политологи. Важность этого момента состоит в том, что разработчики законопроектов могут в силу разных обстоятельств отойти от сути провозглашенных президентом страны намерений и придать им иной правовой смысл. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Продолжаем выпуск, и вот что вы увидите далее. Дорогу новому. О предстоящих реформах и проведении референдума рассказал лидер партии Акжол Азат Перуашев. Как на дрожжах. Уральцы жалуются на рост цен на лекарства. В чем причина? Необходимо убрать старое, чтобы дать дорогу новому. Практику, когда все управление и решение находилось в руках одного главы государства, необходимо убрать. Об этом заявил Азат Перуашев, лидер Демократической партии Казахстана Акжол, во время рабочего визита в Мангастауску область. На вторые сутки в ходе визита народный избранник прибыл в город Нефтянников. Он встретился с рабочими коллективами, активистами и представителями бизнеса. Последние месяцы вся страна внимательно следила за ситуацией в Женаузене. Трудовые отношения, а именно взаимопонимание сторон, и есть неотъемлемая часть и базис социальной справедливости. По мнению Азата Перуашева, при гарантированной защите прав трудящихся необходимо учитывать интересы инвесторов. Как раз-таки один из залогов социальной справедливости, один из залогов социального государства именно здесь находится. Когда нужно учитывать интересы работников, чтобы они получали достойную оплату за свой труд, адекватную своему труду, и интересов инвесторов, чтобы инвесторам было выгодно инвестировать, вкладывать деньги в развитие региона. Это одна сторона. Второй момент очень важный в том, что сегодня мы должны построить такую систему, которая бы работала, распроизвозилась сама. В ходе рабочей поездки в Женаузен Азат Перуашев посетил отечественную компанию «Узен Мунайгаз», которая занимается добычей нефти в Мангиставской области. Далее, в ходе встречи с активистами и представителями бизнеса, обсудили вопросы предстоящего референдума. Помимо конституционных реформ обсуждены и изменения, ради которых эти реформы затеваются, Азат Перуашев уверен, все озвученные мнения и предложения должны лечь в основу предстоящих процессов и стать частью главного закона страны. Салтан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК-42 из Мангиставской области. Трое мужчин утонули в Каспийском море во время купания. Как стало известно, 16 мая ближе к вечеру четверо мужчин решили искупаться в штормовой погоду. Выбрали для этого запрещенный для окупания участок спуск в четвертом микрорайоне. Удалось установить, что двое мужчин начали тонуть. Еще двое после бросились их спасать. Одного вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. К моменту прибытия спасателей все тонущие мужчины практически скрылись из вида. Водолазы Актау смогли найти тела всех троих утонувших в море мужчин. Последнего из воды смогли вытащить ближе к 10 часам ночи. Известно, что один из утонувших мужчин за день до своей смерти женился, а рядом с ним были его гости из Караганды. Всем погибшим ребятам было по 23 года. В связи с тем, что с ухудшением погодных условий из-за этого длились очень долго. В поисковых работах участвовали от департаментов по чрезвычайным ситуациям 21 единиц сотрудников и 5 единиц техники. От управления полицией 8 сотрудников и 4 единицы техники и 1 медицинская бригада. Поиски закончены. Военнослужащий Национальной гвардии Республики Казахстан, который два дня назад покинул отряд в ходе патрулирования, возвращен в лоно родной части. Причем он сам пришел в опорный пункт полиции, расположенный на городской набережной и сдался правоохранителям. После его передали руководство в участие. Уже прошли беседы с представителями генштаба и родителями, прибывшими в регион. На данный момент устанавливаются причины нарушения устава и поступка военнослужащего, служить которому оставалось всего около двух недель. Мера по окончанию служебного расследования будет определена. Уголовного деяния здесь нет. Солдат будет наказан либо в административном порядке, либо в дисциплинарном порядке. И ряд должностных лиц. В любом случае все понесут меру ответственность. В Костанае задержан серийный вор велосипедов. Угонял он только дорогие спортивные модели. На его счету около десятка краж двухколесных транспортных средств. Сумма ущерба около 800 тысяч тенге. С приходом тепла кражи велосипедов в Костанае участились. Воров уже даже не останавливают замки. Их они приноровились быстро вскрывать. Одного из таких ловкачей накануне задержали полицейские. Как выяснилось, на счету угонщика восемь велосипедных краж. К нами была раскрыта серия краж велосипедов. Дорогостоящих велосипедов спортивных. Задержан 31-летний житель города Костанае, который дает признательные показания. В данный момент он воодворен в ВВС города Костанае. Задержанный не раз попадал в объектив камеры видеонаблюдения, но тщательно скрывал свое лицо. При нем всегда была связка ключей. Методом подбора он открывал двери в подъезд и вскрывал велосипедные замки. Помимо этого серийного вора задержали еще одного угонщика. Велосипед он спустил с девятого этажа, который стоял на площадке у квартиры хозяина. Во дворе вора задержал владелец двухколесного транспорта и участковый, который прибежал на шум. Всего с начала года стражи порядка раскрыли 16 краж велосипедов. В октауне адекватный мужчина с топором держит в страхе соседей. Последней каплей стал момент, когда мужчина затащил соседских детей в квартиру и начал угрожать им топором. К счастью, ребята смогли выбраться. Сегодня люди пытаются найти управу на этого человека. Обычная прогулка чуть не обернулась трагедией. Дети этого дома надолго запомнят встречу с соседом на третьем этаже. Детвора с ужасом рассказывает, как абсолютно голый и нетрезвый мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором. Он взял меня и начал вот так тянуть. И потом он зашел и начал мне говорить, что до новых встреч. И начал вот это показывать. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. У него там был в комнате топор и сказал, что у него есть пистолет. Там были у него пульки, короче, серьезные мне сказал. Потом Жасмин убежал на четвертый этаж. В этом доме дебошир поселился месяц назад. Жители рассказали, за короткое время с проблемным соседом добрые отношения не сложились. После последнего инцидента вызвали полицейских. Прибыл наряд полиции. Но спустя время соседа отпустили. Мы всем двором в шоке. Тут такое большое потрясение. У нас очень много маленьких детей во дворе. Как можно вот так? У нас такой хороший дом. И вот такое происшествие, это просто что-то для нас. Потребляет алкоголем. Очень некорректный вообще. То есть, как бы, очень агрессивный. Уже не первый инцидент, связанный с этой семьей. Потому что, ну, все алкоголь. По данному факту, граждане привлечем к ответственности по статье 434 Административного кодекса Республики Казахстан. И материал был направлен в административный суд. А также сотрудниками полиции был составлен административный протокол по статье 127 Административного кодекса Республики Казахстан. Жители пятиэтажки переживают за жизнь не только собственных детей, но и за двух несовершеннолетних дочерей соседа. Они намерены обратиться с жалобой в прокуратуру. Салтан Тайджанова, Мухагали Нурдавлетов, ТДК-42 из Мангисталской области. Громкое дело передано в суд. В специализированный межрайонный суд Западно-Казахстанской области передано дело экс-руководителя отдела строительства города Уральск Арману Сугбаева. Напомним, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Так, из материалов дела следует, что экс-руководитель обещал за вознаграждение помочь в упрощенном принятии двух девятиэтажек. Свою помощь чиновник оценил в 170 миллионов тенге. Обвиняемого по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса, то есть в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное судебное заседание назначено на 25 мая 2022 года. Вопиющий случай произошел 16 мая в селе Касталовка Западно-Казахстанской области. Пьяный мужчина сначала сильно избил свою супругу, после совершил насильственные действия. Металлическим предметом. Женщина в тяжелом состоянии с большой потерей крови была доставлена в районную больницу. После экстренной операции была переведена в реанимацию. По словам медиков, ей предстоит долгая реабилитация. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области начали досудебное расследование. Начато досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленные причинения тяжко вреда здоровью. Мужчин находится под подпиской о невыезде. Уральцы жалуются на рост цен на лекарства. Особенно бьет по карману жителей с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Наши корреспонденты узнали, куда можно пожаловаться на завышенные цены в аптеках. Горожане вслед за ростом цен на продукты питания жалуются на резкий подъем стоимости на лекарства в аптеках города. Высокие цены отнимают основную часть от зарплаты или пенсии жителей. Ирина Игнатова часто ходит в аптеку, так как у нее проблемы с давлением. Говорит, что необходимые ей лекарства подорожали. Я ежемесячно, например, беру лекарства от давления. В среднем 300 тенге за месяц повышается. Вот мое только лекарство, которое я беру. Ну это что, это нормально? И так все, практически все лекарства. Поэтому я не знаю, как вот жить. Вот я пенсионерка. Я покупаю лекарства только на свою пенсию. В департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля говорят, что на сегодняшний день жалоб не поступало. Потребители могут отслеживать цены на медикаменты через мобильное приложение Daria.kz. Через него можно и выявить нарушения в аптеках и после обратиться к ним, захватив с собой чек и упаковку от лекарств. На сегодняшний день ситуация по лекарственным обеспечениям в нашем регионе стабильная. Ажиотажа в аптеках нет. Если говорить о ценах, то цены на лекарственные средства устанавливаются, регулируются полномоченным органом в сфере здравоохранения, значит, министерством здравоохранения, комитетом нашим. Предельные цены установлены на более 7 тысяч наименований препаратов, которые пересматриваются в год-два раза. Жалобу могут подать в наш департамент, департамент медицинского и фармацевтического контроля по ЗКО. В каждой аптеке вывешены номера департаментов медфарм-контроля по Западно-Казахстанской области, по которым горожане могут обратиться и оставить жалобу на повышенные цены на лекарства. В случае нарушения в отношении виновных будет составлен административный протокол. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральцы могут стать участниками проекта по благоустройству города. Акимат реализует большой проект бюджет народного участия. От граждан принимается предложение по озеленению территории, обустройству тротуаров, строительству скверов, детских площадок и прочего. За выбор наиболее успешных проектов, которые должны быть реализованы, также голосуют сами горожане. Наши корреспонденты продолжат тему. Проект бюджет народного участия осуществляется Акиматом города. Суть его в том, чтобы жители могли принять непосредственное участие в благоустройстве города. Проекты могут касаться озеленения территории, строительства тротуаров, скверов, мини-парков, оборудования детских площадок. Прием проектных предложений осуществляется на официальном интернет-ресурсе Акимата города по адресу uralsk.gov.kz в течение 20 календарных дней. В текущем году с 18 мая по 6 июня. Предложения граждан должны соответствовать определенным требованиям. Так, к примеру, это должен быть объект общего пользования. Актуален для жителей города, его можно реализовать в течение одного бюджетного года. Одна заявка может быть подана на один объект. Одним из таких, подходящих по всем параметрам, стал проект амфитеатра рядом с драматическим театром имени Островского. Здесь проводится работа и по благоустройству сквера. Много лет никаких работ по благоустройству в этом сквере не проводилось. Сейчас, когда подрядчики взялись за работу, уже основная часть ее выполнена. Уложили брусчатку, установили опоры освещения, скамейки, а также вот такие конструкции металлические для будущих зрительных сидячих мест. Все основные работы планируют завершить в течение двух недель. Подрядчик отмечает, что проект достаточно прост и одновременно интересен. Сцена под открытым небом, с трибуной, с лестниками. Для горожан делается это первый из парков, который в Уральске, амфитеатр. Реализация проектов, выбранных в текущем году, может быть отложена на следующий год. Ход работ будет зависеть от сроков изготовления проектно-сметной документации, общего объема работ и финансирования. Марина Горбук, Виктор Прутков, Особия Кобекенов, ТДК-42. На 135 улицах Уральска нанесут дорожную разметку. Об этом сообщает в городском отделе ЖКХ. Договор с предыдущим подрядчиком компании ТО «ЖАЭК ЖРГ» расторгнут. Предстоящие два месяца работы будет производить компания ТО «Уралдор Транссервис». Далее выберут основного подрядчика. В целом на обслуживание светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки из бюджета выделено 30 миллионов тенге. Специалисты отметили, что в избежание неудобств участникам дорожного движения при проведении разметки улицы перекрывать не станут. Работы будут проводить как в дневное, так и в ночное время. В связи с погодными условиями, пока работы приостановлены, так как дожди, в дождь не проводится разметка. Погода сейчас уже более-менее вроде успокаивается. Теплые дни настаёт, поэтому опять готовимся продолжать. Работа проводится в связи с небольшими выделенными средствами на два месяца. А севую пока только проводим, то есть сплошную линию, двойную сплошную линию. То есть пунктиры пока не проводятся. Мебель производства Турции, Белоруссии и России. Это шедевр мебельного искусства и великолепное сочетание уюта, красоты и изысканности. Создайте идеальный интерьер вместе с нами и получите эстетическое удовольствие и комфорт. Поспешите порадовать себя и близких неповторимым дизайном и качественным исполнением. Ждём вас ежедневно в нашем мебельном салоне «Фламинго» с 10.00 до 19.00 по адресу улица Шолохова, 52. По всем вопросам обращаться в наш салон по телефону 8 771 170 20 21. Отличный выбор на любой вкус. Швейное предприятие Нуртана предлагает защитные качественные комбинезоны для защиты кожных покровов, органов дыхания и других частей тела от воздействия негативных факторов. Защитные комбинезоны могут использоваться в любой сфере и предприятиях. А также принимаем заказы на паши форменной, спортивной, трикотажной, промо- и спецодежды. Будем рады сотрудничеству с вами. У нас актуальные цены. Телефон для справок 8 776 921 90 83. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ ОКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АВТОВОЗА ПО ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕВ ГОРОДА И ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СПОНСОР ПО ГОРОДА СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ ОКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АВТОВОЗА ПО ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕВ ГОРОДА И ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕВ ГОРОДА ПО ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕВ ГОРОДА ПО ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕВ ГОРОДА